В России начала работать онлайн-платформа для фермеров и пчеловодов. Благодаря серверу они смогут повещать друг друга о месте и времени использования химикатов. Для пчел они смертельно опасны. Такое взаимодействие поможет предотвратить массовую гибель насекомых. Чтобы пользоваться онлайн-платформой, нужно зарегистрироваться, а затем отметить на карте место, где находится пасека. Предупреждают о химобработках по электронной почте или СМС. Отмечу, в прошлом году в России погибли 80 тысяч пчелиных семей в 30 субъектах страны. Потери доходили до 40% от общего количества раёв. Ущерб оценили в 2 миллиарда рублей. Онлайн-платформа, предназначенная для начинающих пчеловодов, она будет полезна герою следующего сюжета, который активно занимается новой для себя профессией и планирует расширять рынки сбыта продукции. Подробности далее в материале моих коллег. Был нефтяником, стал пчеловодом. Житель Тюмени Артём Посохов решил кардинально сменить профессию. Идея к нему пришла 3 года назад. Тогда и появились первые 10 пчелиных семей. Сейчас их в 4 раза больше. Было прочитано уйма литературы, достаточно большое количество. Что-то взято с интернета. Конечно, практика, немножко всё по-другому. Набираемся опыта. Опытные пчеловоды приезжают, подсказывают, как что. Если тестовая площадка, как её называет Артём, оправдает надежды, то он расширит границы. В планах поднять целину и засеять землю метанозами. Для этого пасечник создаст рабочие места. По плану, который мы составили в течение 5 лет, у нас мы должны достигнуть 300 пчелосемей. Это только стационар. То есть на стационаре будет 300 пчелосемей. В дальнейшем планируются выездные пасеки. То есть качёвка будет на платформах, будет перевозиться она. Артём Посохов планирует заниматься производством продуктов пчеловодства. Это перга, пыльца, воск и прополис. Но чтобы расширить ассортимент, нужно построить помещение для откачки и хранения мёда, купить недостающий инвентарь. В данный момент затратно поставить забор. То есть обгородить территорию. И дороги нету. То есть у нас две дороги. Одна из деревни ведёт, и другая, вот где мы заезжали, полностью разбитые. А техники пока для этого нет. Первый медовый урожай уже был. Пасечник из глубинки свою продукцию отправляет в Тюмень и Екатеринбург. В перспективе расширения рынков сбыта. Евгений Сизёмов, Анна Васильева, Сергей Иванов. Тюменская служба новостей.